25 июня славяне всего мира отметили День дружбы и единения. Это поистине народный праздник, идущий от общих корней культурных традиций и обычаев наших народов. В этот день в школах нашего города прошли культурные мероприятия, направленные на сохранение и возрождение традиций и культур наших предков. Этот праздник появился после распада СССР, когда образовалось 15 самостоятельных государств. И для того, чтобы наладить дружеские и партнерские отношения между странами, сохранить культурные традиции, подогреть интерес к общей истории и многовековой связи друг с другом, было принято решение ежегодно проводить праздник День дружбы и единения славян. В этот день в лагерях дневного пребывания при школах района были организованы мероприятия, посвященные этому празднику. В лицее номер 4 школьники подготовили праздничный концерт, где в песнях и плясках представили культурное наследие славянских стран. ПЕСНЯ ПЕСНЯ У славян очень богатая и разнообразная культура. Ее памятники уникальны в любой области, будь то литература, искусство или архитектура. И история у славян древняя, поэтому ее стоит ценить и уважать. И начинать это делать необходимо со школьной скамьи. И для того, чтобы дети это прочувствовали, какие они близкие, эти народы, был вот как раз этот праздник. Они пели, они танцевали, учили стихи. Им был понятен язык, на котором говорят эти народы. Им был понятен музыкальный язык этих народов. Поэтому вот так вот легко и просто они все это исполняли. День Дружбы и Единения – народный праздник. Ребятам он тоже понравился. Кто-то знал о нем и ранее, а кто-то услышал впервые. Но тем не менее, по горящим глазам детей было заметно, что это мероприятие не оставило их равнодушными. Я раньше не знала, что есть такой праздник, но теперь я буду знать. И этот праздник существует, чтобы все дружили. На планете Почемучек в лицее номер один в этот день юные славянцы соединились в хороводы Дружбы. Школьники разделились по отрядам, каждый из которых представил станцию, рассказывающую о традициях, обычаях и национальной кухне каждой страны. О пяти странах – России, Украине, Белоруссии, Сербии и Болгарии – узнали в этот день ребята. И, конечно же, приняли участие в развлекательных и интересных играх. Этот праздник очень веселый и дружный, потому что мы все должны быть вместе. Мне нравится, что здесь весело, хорошо играют дети, дружно, и все оригинально, красиво. Этот праздник нужен для того, чтобы люди дружили, никогда не ругались, для согласия. Проводимые в нашем районе мероприятия не только сохраняют традиции славянской культуры для будущих поколений, но и способствуют укреплению мира, а это самое главное. Благодаря им не рвется связь времен. Из поколения в поколение передаются традиции, обычаи и обряды. Многовековая культура славянских народов. Надежда Неткочева, Александр Косицын, Георгий Калинин. Программа «События». Продолжение следует...